Всем привет! В этом видео хочу показать кадры из моей поездки во Францию. Лазурный берег, было это давно, еще до карантина. Тогда мы с вами много путешествовали, было все открыто. И видео из поездок было так много, что это я так и не смонтировала. Недавно просматривала видео и обнаружила это красивое видео из Прованса. Уже даже не вспомню, какой это был месяц. Скорее всего, начало сентября. Сейчас давайте перенесемся в то время и посетим два очень красивых городка в Провансе. Итак, сейчас мы уже приехали в один городок. Вернее, называются такие места коммуна на юге-востоке Франции. Хорошо, что я сделала фотографию с названием этого города, иначе бы я никогда не вспомнила. И так называется он Le Bar sur Loup. Прошу прощения, как говорится, за мой французский. Находится эта коммуна в округе Грасс, в регионе Прованс, Альпы. Вот такой милый городок, все цветет, такая красота. При въезде около парковки был единственный ресторанчик-кафе, в котором сидели люди, но он уже закрылся и работал как-то по определенным часам. Видимо, в тот момент на обед мы уже опоздали, поэтому давайте просто прогуляемся. Посмотрим красивые виды и старинную архитектуру. Вот такие вот прекрасные виды открываются на горы, воздух свежайший. Это здание, скорее всего, местная мэрия. Население этой коммуны, сейчас я читаю статистику, на 2012 год. 2926 человек всего здесь проживает. Написано, что около 140 человек являются студентами или школьниками. Интересно, где здесь школа и как они туда добираются. Вот такие вот улочки. Местных жителей практически не видно. Изредка можно видеть, что кто-то выходит из домиков. Интересная архитектура, миленькие домики, все украшено зеленью, цветами, но нет никаких магазинчиков и место оказалось совсем не туристическим. Никаких абсолютно лавочек с сувенирами мы здесь не увидели, да и самих туристов тоже. Поэтому давайте просто посмотрим на пейзажи. Вот такие вот старенькие домики. Такое впечатление создается, что я перенеслась в другую эпоху. Коммуна состоит буквально из нескольких улочек. Вот название одной из них. Вот такой милый поселок. Немного мы здесь прогулялись по улочкам и решили отправиться в другое место. По горным извилистым дорогам. Такая прекрасная погода, было солнышко. Надеюсь, вас не сильно укачало. И сейчас в этом видео предлагаю вам посетить еще одну коммуну на юго-востоке Франции. Одна из самых-самых известных называется Сан-Поль-де-Ванс. Находится она тоже в регионе Прованс, Альпы, Лазурный берег. Мы уже подъехали. Сейчас будем искать парковку. Можно видеть очень много туристов. Наверное, это одна из самых красивых коммун в Провансе. Наиболее посещаемая туристами. Сан-Поль-де-Ванс обнесен каменной стеной, которая была построена в 1538 году. По приказу Франциска I. Изначально такие деревушки называли каменными гнездами. В горах, куда уходили жители побережья, устав от постоянных набегов будуинов. Вот такую туристическую карту можно посмотреть при входе. Сан-Поль-де-Ванс стал известным благодаря тому, что в 20-е годы, 20-го столетия, его облюбовали для себя художники. И, как написано из истории, они останавливались в отеле «Золотая голубка». И часто расплачивались своими работами, картинами. И сейчас этот отель является собственником работы очень известных художников, таких как Шагао, Пикассо и других, со временем ставшими знаменитыми. И в результате и сама деревня, и отель «Золотая голубка» стали культовым местом для поклонников изобразительного искусства. В Сан-Поль-де-Вансе можно видеть вот такие извилистые улочки, застроенные домами 16-18 века, которые сами по себе уже являются памятниками истории и культуры. Сейчас в них расположены бутики, сувенирные лавки, мастерские художников и художественные галереи. Очень много туристов всегда было в этом городке. Здесь красиво, колоритно. Надеюсь, смогу побывать еще раз в этом месте. Давайте прочитаем, какое сейчас население в этой коммунии. Я вижу статистику только до 2012 года 3548 жителей. Из достопримечательностей перечислены часовня, 17 века коллегиальная церковь и музей Сан-Поля. А небольшие площади деревни украшают скульптурные работы известных мастеров. Также здесь, на местном кладбище, покоится прах Марка Шагала. В отеле «Золотая голубка» бывало много знаменитостей, и Бриджит Бордо, Катрин Денев и Софи Лорен. Ну, а мы с вами просто прогуляемся по улочкам, заглянем в магазины. Вот такое название магазинчик, а здесь продаются разные деликатесы из Прованса. Если вы помните, во влоге из Канн я показывала такой же магазинчик с деликатесами. Оливковое масло, разная соль вкусная, бальзамические уксусы, венегары. Очень много что покупала там из вкусностей. Но, насколько я знаю, в Каннах сейчас этот магазин закрылся. Очень надеюсь, что остался в Сан-Поль-де-Вансе. Но, конечно, в туристической поездке много всего не купишь, потому что тяжело ввести. А так, конечно, здесь очень много деликатесов. Вот все с ароматом трюфеля. Приправы, прованские травы, вкусная соль с разными травами, наполнителями. Горчица тоже с ароматом трюфеля. Я купила свое любимое масло, оливковое, цитрон. И бальзамические уксусы с разным вкусом. Какие-то интересные тарелочки для специй, доски из натурального дерева. Такие, вроде бы, простые вещи. Но, не поверите, я купила даже вот такую вот маленькую досочку здесь, в этом магазине. И использую ее для сыра. Такой красивый рисунок. Все разные, конечно, потому что дерево натуральное. И вот эти вот тоже красивые, интересные. Прям срез дерева. 39 евро она стоит. Немного разных сладостей. Печенье, цитрон, чай. Вот такой вот вкусный магазинчик. Вот мои покупочки здесь. Повезу их из Прованса в Японию. В Японии, конечно, тоже много, что продается из европейских приправ, специй различных. Но вот в этом магазинчике мне нравятся такие разные вкусности. Название его вам показала на всякий случай. Давайте еще немного прогуляемся по улочкам. Посмотрим на галереи, разные магазины. Много разных сувенирных лавок, магниты. Даже и то такие красивые здесь. Посмотрите, в виде картин в золотых рамочках. Цены справа написаны. Одна штучка 8 евро, а 3.20. Сувениры. Посмотрите, какие курочки, совы. Можно повесить на кухне таких милых курочек. И здесь очень необычные такие персонажи, французы. Часы, футболки, кепки. Но я обычно стараюсь из поездок не покупать такие сувениры, а только что-то сладенькое и ароматное. Но здесь, конечно, такая красота, что, честно скажу, даже сложно удержаться. Много очень галереи, интересно все оформлено. Небольшая площадь, различные кафе, мороженое. Людей очень много на улице. Я стараюсь, чтобы меньше попадали в кадр, но мне это удается с трудом. Очень, конечно, популярное туристическое место. Сейчас могу с трудом себе представить, что оно пустует. И все магазинчики закрыты в связи с пандемией. Но надеюсь, что скоро все это закончится, и мы снова сможем путешествовать. В Провансе продается очень много лаванды. Различные лавандовые мешочки, просто высушенная лаванда. Масло и мыло. Также, конечно, прованские травы. Всегда их покупаю в поездках и часто использую для приготовления различных блюд. Сейчас я смотрю самое известное марсельское мыло. Вообще, из этих поездок из Прованса я привезла очень много душистого ароматного мыла. Мне так нравится. От разных-разных марок продается. И здесь выбрала немного. Вот такой вот маленький магазинчик. Даже коврик есть в цветочек в стиле Прованс. Но это, конечно, такой не городской, скажем так, вариант. Вот такие разные вкусные соли. Я вижу на одной из них написано васаби, на другой со вкусом пармезана и базилика. Вот мои покупочки. Покажу вам тоже название этого милейшего магазинчика. А рядом вот такой вот огромный магазин с ароматным мылом. Разный-разным. 6 евро за 4 штучки. Есть по 4,30. Разные. Размеры разные. Посмотрите, какая красота. Мыло в виде пирожных. Капкейков. Кстати, видела, как-то такие в Токио тоже продавались. Японцы тоже любят всякие такие симпатичные штучки. И с клубникой, и с кремом, и с какими-то пчелками. Это все мыло. А здесь, вот только посмотрите, какая красота. Это мыло в виде пирожных макарон. Разного-разного цвета. Настолько реалистично сделано. Прям хочется их съесть. Вот такой огромный выбор. В общем, из этой поездки я привезла просто невероятное количество мыла. Ароматного мыла из Прованса. Посмотрите, какая красота. На этом с мылом еще не все. Посмотрите, какие варианты представлены в этом магазинчике. Чего только нет. Мыло в форме рыбки, сердечек, зайчиков и даже милого бегемотика. Вы только посмотрите на эту прелесть. Еще пирожные. С ромашкой красивой, с клубникой. А тут сырок выглядит как настоящий. Это тоже, естественно, мыло. Вот такой кусочек мыльного сыра. 2 900 евро стоит. Настоящая марсельская мыло. Но из этой поездки я уехала с таким перевесом. Вы себе просто представить не можете. А тут какие-то мочалочки, яйца. Вот такие вот штучки тоже я купила. Мне очень понравились. Они тоже с мылом, очень ароматные. Декоративные такие подвески. Можно в ванной повесить в комнате, например. Первое время они пахнут, но потом со временем аромат пропадает. У меня сейчас одна такая висит в ванной комнате в Токио еще. Но такого яркого аромата уже не чувствуется. Название улиц написано вот таким образом, прям на камне. По одной длинной улочке мы с вами прошли уже до самого конца городка. Здесь свысока открывается вид на права. И справа кладбище, на котором захоронен прах марка Шагала, прожившего здесь свои последние годы. И давайте пройдемся по параллельной улочке в обратном направлении. Как раз сейчас уже время перекусить. Думаю, что-нибудь найдем. Какой-нибудь кафе. На этой улочке можно увидеть кафе, отели. Вот такой вот пятизвездочный отель, вход. Думаю, что в нем, конечно, тоже должен быть ресторан или веранда. Но давайте еще немного пройдемся. Может быть, найдем какое-нибудь симпатичное кафе. Вот этот ресторан, кафе, выглядит вроде неплохо. Давайте посмотрим меню. Цены примерно 16-18 евро. И есть веранда. Посмотрим, что за ресторанчик. Такие вот старинные лестницы. Из камня необычные постройки. И вот такая вот веранда. Посмотреть, какой здесь открывается вид. На горы, на Прованс. Столики и стулья сделаны из дерева. Цветочки везде. Очень, по-моему, мило. Пообедать здесь на природе. Правда, время обеда уже закончилось. Поэтому, наверное, посетителей никого нет. Стулья такие интересные. Прям из массива дерева сделаны. Очень тяжелый вот такой вот простой ресторанчик. Но надеюсь, что здесь будет вкусно. Итак, показываю заказ. Вот такой вот салат с баклажанами. Уже названий, конечно, не помню. О себе я выбрала вот такой вариант. С сыром моцарелла. Еще с жареным сыром. Тосты из белого хлеба. Было очень вкусно. На этом месте я хочу приостановить это видео. И сделать прямую трансляцию из Токио. Потому что я просто не смогла выдержать. Монтируя это видео, мне так захотелось такой салат. Поэтому давайте его вместе готовить с вами. Итак, мы переместились с вами на мою кухню в Токио. Варю яйца. Купила вот такой вот наборчик. Вакуумной упаковки салями. И пармская ветчина. Хлеб. В булочной пекарне купила тоже в Токио. Яйца сварились. Но я вспомнила, что в этом салате нету яиц. В общем, я сейчас скопировала фотографию этого салата. И смотрю, что туда входит. Давайте готовить его прям по фотографии. Это не яйцо. Это оказался сыр моцарелла. Что здесь видно? Жареный хлеб, печина. Вижу кедровые орешки. Потом вот такой вот сыр. Обжаренный, видимо, типа, наверное, качок овала. Такой называется. Но у меня его нет. Буквально на днях был. Но я его съела. В общем, что я нашла в холодильнике. Вот такой вот ассортимент. Кедровых орешков осталось немного. Салат. На фотографии видно, что используются молоденькие листья. Бэби лифт такие называются. Но у меня тоже их нет. Поэтому буду использовать вот такой зеленый салат. И смешаю его с руколой. Фармская ветчина есть. Отлично. Потом что еще? А, да. Прованские травы. Я видела, там был посыпан сыр ими хлеб. Базилик. Вот здесь на фотографии видно, видите, вот эта вот паста явно сделана из базилика. Но у меня такой пасты нет. Поэтому я, наверное, порежу просто базилик. Одна маленькая веточка у меня осталась. Сыр моцарелла у меня двух видов. И еще, я думаю, добавлю вместо вот такой пасты из базилика. У меня есть маленькая баночка маслин. Тоже паста. Я думаю, что будет вкусно к сыру. Она солененькая немножко. Что еще в этом салате я увидела? Прямо сравниваю с фотографией, потому что, конечно, уже точно не помню помидоры и огурец. У меня остался маленький кусочек огурчика. Как вы поняли, я к видео не готовилась. А вместо соуса я буду использовать вот такой вот бальзамический уксус. Бланк, который я как раз купила во Франции. Осталось еще совсем немного оливкового масла. Вот, к сожалению, у меня закончилось уже. Было очень вкусное с лимоном, но ничего. Буду использовать итальянское. Тоже очень хорошее масло. Сицилийская планета называется. Рукколу я крупно нарезала. Вот такие листья салата. Отрываем руками. Теперь нужно нарезать помидор, огурец. Да, кстати, хотел вам показать досочку, которую я все-таки купила во Франции в Сан-Поль-де-Вансе. Наверное, я одна такая ненормальная. Ввести досочку из Франции. Но почему-то она мне очень приглянулась. В общем, вместо сувениров покупаю вот такие вот полезные вещи. Такое натуральное дерево. Срез очень красивый. Она маленького размера. И я ее использую для сыра. Вместо тарелки. Так, посмотрим, как нарезан огурец. В принципе, просто кружочками. Ну, он немного надрезан, но я уже не буду делать точную копию. Я его частично почистила. Он получился вот такими вот полосочками. Помидоры нарезаем крупными дольками. Японские ножи, конечно, просто шикарные. Называется марка Мак. Мне очень нравится. Постоянно использую. Это набор из двух штук. Большой и маленький. Очень острые, тонкие ножи. Вот так вот нарезала уфащи. Тарелки большие. Белого цвета. В принципе, они обычные. Но все равно покажу вам название марки. Потому что в комментариях часто спрашивают многие, что это за бренд. Итак, хлебушек. Поджарю его на сливочном масле. Можно, конечно, в тостере. Готовим по фотографии. Посмотрим, как нарезан хлеб треугольничком. У меня дома тостера нет. Хотя я очень люблю поджаренный хлеб. Но вот именно по этой причине и не покупаю. Иначе я буду есть его постоянно. В общем, чтобы сильно не поправиться. Я вспомнила, что у меня есть еще одна досочка. Привезенная, кстати, тоже из поездки. Из Мюнхена. Так что, видите, это не первая разделочная доска, которую я привезла из-за границы. Тоже не знаю, почему я купила. Просто мне она понравилась. Она у меня тоже больше как сервировочная. Сыр, салями можно положить. Ветчину и так обжариваю хлеб на сливочном масле. На картинке видно, что он такой поджаристый. Сильно достаточно. Посмотрим. Прошло минуты две. Нет, еще рано. Пусть еще немного пожарится. На тарелку выложила салатные листья. Сверху огурцы, помидоры. Вот какой румяный хлеб получился. Переворачиваем. Добавлю совсем чуть-чуть красного лука для вкуса. По-моему, его в салате не было. Но мне хочется немного добавить сыр моцарелла. Нужно слить жидкость и хорошо промокнуть сыр бумажной салфеткой, чтобы избавиться от лишней жидкости. Оливки были у меня в холодильнике. Думаю, тоже хорошее будет сочетание. Добавила совсем чуть-чуть. Еще вот такой вот сыр. Ред чеддер нарежу кубиками. Другого сыра у меня сейчас дома нет. Думаю, что будет неплохо. Посмотрите, какой салатик стал раздоцветный, красивый. Добавляю моцареллу. Мелкую прям так. Округлую разрежу на 4 части. Полью салат оливковым маслом. Потом вот таким белым венегаром. Я думаю, что можно использовать лимон или уксус. Смешать травами с оливковым маслом. Соль. Меня просили показать солонку. Это бренд Peugeot. Она с подсветкой очень хорошо перемалывает крупную соль. У меня кристаллы розовая соль. Теперь сверху выкладываем парморскую ветчину. Я в Токио, поэтому купила от японской марки. Продается разная-разная. Салями миланская. Тоже очень вкусная от этого бренда. Видео, которое я монтировала, снимала уже давно. Из Сан-Поль-де-Ванса. Поэтому салат уже абсолютно не помню. Но помню, что было очень вкусно. Поэтому, надеюсь, сегодня хорошо получится. Выкладываем сверху сыр. Вместо готовой пасты из базилика, как на картинке, добавила немного зеленых листиков, орешки посыпаем. И на сыр сверху тоже полью немного маслом. Идеальное сочетание моцарелла и оливковое масло. Сверху на картинке видно, что прованские травы добавлены. Я посыпаю на сыр и еще немного на салат. У меня это обычный микс сухих прованских трав. Я обычно привожу из Франции, но продаются они и во всех странах мира. Вот такая вот паста из маслин. Она солененькая, поэтому сыр моцареллу можно не солить. Ну и тем более пармская ветчина соленая. Салат уже посолила, думаю, достаточно. И прямо перед подачей выкладываем белый хлеб. Все, салатик готов. Ура-ура! Сегодня будет французский ланч в прованском стиле. Давайте покажу вам, что получилось. Вот такая красота. Огромные получились у меня порции. Как в ресторане. Дома я, конечно, готовлю всегда салаты поменьше. Но это полноценное блюдо, которым можно наесться. И больше точно ничего не нужно. Тем более здесь и хлеб, и сыр, и ветчина. Получается очень-очень вкусно. Удачного вам приготовления, если будете готовить. Ну, а я решила разгуляться, так сказать, не на шутку. Раз сегодня ланч во французском стиле, куда же без шампанского и пирожных Ля Дуре. Давайте откроем, посмотрим. Какая красота. Пирожный макарон от Ля Дуре. Розового цвета. Называется Мария Антуанетта. И еще один вариант с личи и розой. И просто с розой. Шампанское и макарон с розой. Невероятное сочетание получается. Такая вкуснота. Еще желтенький вариант. Это с лимоном. Он уже чуть меньше, конечно, подходит под шампанское. Но с розой это просто что-то потрясающее. Еще два вот таких вот пирожных. С малиной и с клубникой. Но это оставлю на потом. Может быть вечером или завтра. А то слишком много получится. Шампанское. Показываю вам, как называется. Сегодня розы. Я уже пробовала это шампанское. Кстати, оказалось очень хорошее. Я не знаю ничего о этой марке производителя. Знаю только то, что у них на земле виноградников не используются никакие химикаты, удобрения. Только можно так сказать натуральное, органически чистое. Ну что, открываем? За вас, мои дорогие подписчики. Хорошего вам настроения. Удачного приготовления салатика. Ну и я пошла наслаждаться обедом в прованском стиле. Надеюсь, вам это видео понравилось. Кто хочет прогуляться еще немного по улочкам Сан-Поль-де-Ванса, оставайтесь смотреть видео до конца. А я с вами на этом прощаюсь. И увидимся в следующих видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...